Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашей дети.ру. Сегодня я хотела вам рассказать, здесь небольшой такой экскурс, о том, как правильно писать кейсы и вообще небольшие посты. Все дело в том, что люди иногда не умеют удерживать внимание при написании кейсов. Они приводят сухие цифры, которые понятны только им и таким же маркетологам. Когда вы пишете любой кейс, ну что такое кейс вообще? Кейс это вот вы, допустим, помогли какому-то другому человеку с решением его проблемы. И вы знаете, что вы теперь специалист в этом деле, вы можете помочь любому другому с аналогичной проблемой. Вы можете описать ее решение. То есть вы можете написать, как к вам обратились, почему к вам обратились, что была за проблема, какой вы нашли метод решения, как вы его внедрили, помог он, не помог этот метод решения, может он, не помог, вы внедрили другой, и он, допустим, сработал. И какой вы в итоге получили результат. Написали свой результат. Как стало все хорошо и замечательно. Вот это все завернутое в одну статью, повествование ваше, это будет называться кейс. Если говорить кейс о продажах, то здесь очень интересно, мне нравится, как пишут кейсы, по такой схеме, я не знаю, диснеевской, что ли. То есть сценаристы, когда снимают мультики для Диснея, они всегда используют эту схему. И вот эту схему, ее очень удобно использовать при написании наших продающих кейсов. Как выглядит эта схема? Имеется какая-то проблема. Вы предложили путь решения. И стало хорошо. Но то, что вы предложили ваше решение, оно повлекло за собой потом еще большую проблему. И потом вы находите еще одно решение, уже следующей проблемой, и стало все очень-очень хорошо. Как я видела, описывали такую проблему. Например, один молодой человек, он описывал, как он помог раскрутиться группе, продающей туры. Путешествия туристические. Он писал, что обратилась к нему, почему женщина, в группе было мало народу, продажи туров не шли. И тогда он запустил для нее рекламу, таргетинг в ВКонтакте. Написал там промо-пост, например. И появились заявки. Появились заявки, соответственно, появился доход. То есть он написал проблему решения. Какая возникла следующая, еще более серьезная проблема. В один день клиентка просто звонила и заваливала его звонками. Со временем она заменила ему даже будильник. С самого раннего утра, как только начинался рабочий день, я начинала ему звонить и говорила, у меня так много заявок, что я ничего не успеваю. Я не успеваю отвечать на вопросы клиентов. Ну, не обязательно же, что человек, который задает вопрос, он купит тур. Он хочет узнать подробную информацию. В скидке, как, где, во сколько, что, сравнить что-то с конкурентами, может быть. Она говорит, меня заваливают таким большим количеством вопросов. В том же ВКонтакте пишут, звонят, что я не успеваю ничего отвечать. Из-за того, что я не успеваю отвечать, многие люди уходят. Уходят от меня, они начинают искать другие группы, которые, скажем так, будут общаться с ними. И отвечать им на их вопросы, что мне делать. Ну, тогда он уже тоже ей дал другие советы. Там, допустим, нанять, расширить штат, сделать этих ботов, которые будут отвечать на сообщения. Там, например, да. Тоже подсказал ей рекламу, допустим, пока на время приостановить или убрать. А потом возобновить, когда это все наладится, когда появятся новые штатные сотрудники. И сейчас все очень замечательно. Туры продаются хорошо, заявок много. Естественно, за рекламу мы оплатили. Мы были очень благодарны, до сих пор с ним сотрудничают, все довольны. Вот это пример, как писать кейс по, так скажем, диснеевской схеме, я ее так называю. Еще есть способ написать, ну, уже не кейс, наверное, а любой другой пост, который вы пишете у себя на стене ВКонтакте, который вы пишете, допустим, пост для своего сайта или блога. Проблема. Если вы просто описываете свою какую-то жизнь, что вы куда-то сходили, что-то там поели, я не знаю, выставляете фото своего ребенка, то кроме вас, ваших родителей, ну, может быть, нескольких ваших друзей, такое сообщение будет неинтересным. Чтобы оно стало интересным людям, вы должны показать им, как вы решаете какую-то проблему. Поэтому самое первое, о чем вы должны делиться в своем рассказе, это проблему, допустим. Ну, не обязательно писать, что я столкнулась с такой-то проблемой. Ну, нет, как часто вы тыр-тыр-тыр, я почему тын-тын-тын-тын-тын, да, и описать какую-то проблему саму. Следующее, что вы должны написать, это пути решения. То есть, что вы подумали, что справиться с этим вам поможет тот и тот. И описывайте. Если это сразу решение принесло результат, то вы так и пишите, что результат был такой. Если то решение, которое вы приняли, результат не принесло, вы все равно должны это написать. Что вот я принял такое-то решение, а результат был плохой или нулевой, или не тот, который я ожидал. Поэтому я изменила тактику, например, и сделала вот так. А когда я сделала вот так, получила такой результат. То есть, еще раз, проблема, решение, результат. Это самое главное. И чтобы ваш рассказ не казался слишком сухим, обязательно еще нужно в конце, мне кажется, добавить мечту. Например. Да, у меня все получилось, но я бы хотела, чтобы все происходило вот по такой схеме. Ну, или поделиться на какой-то опытом. Ну, я называю это чаще всего мечта. Если вам помог мой такой мини-рассказ о написании кейсов, о написании постов, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, читайте мой блог наши дети.ру. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok